Всем огромный привет, мои хорошие! Ну что, сегодня решила не идти сразу домой. Отвела Данила в школу и приехала прогуляться в парке Пармираль. С новенькими я здесь еще не была. Старенькие, конечно, видели эту красоту. В общем, я решила походить, погулять и подышать воздухом на той стороне моря. Сейчас я вам переключу. Немножечко покажу, как солнышко бьет. Здесь вот у нас торговый морской порт. Эта трасса ведет на аэропорт. И вот этот наш парк. Я его просто обожаю. Когда у нас раньше была машина, когда было всегда тепленько, то мы никогда не обедали дома. Я брала сумочки и все это. И мы приходили сюда здесь специально такие, тоже как пикник-зона. Ничего жарить нельзя, но в основном все испанцы сюда приходят поесть. Ну и чтобы дети погуляли на свежем воздушке. Вот я сегодня решила тоже пойти, походить, погулять, чтобы не сидеть дома. Потому что сегодня уже, да, последний день. Мне сегодня уже в обед отдавать машину. То, думаю, пока Данила нет дома, пока Данила в школе, я пойду и прогуляюсь. И мне будет полезно. Все это потому, что сегодня такая погодка. Слава Богу, красивенькая. Хочу вам показать, какие красивые цветочки. И не знаю почему, но у меня идея фикс. Сейчас я Максиму сказала, когда я себе, если у меня когда-то, давайте будем так построить правильно предложение. Будет свой дом. Я обязательно хочу, чтобы вот эти цветы оплетали мой забор. Какая красота, ребят. Посмотрите. Просто супер. Ну и пошлите в сам парк. Правда, я не с центрального хода захожу. Я хотела к морю подойти. Но сейчас трафик. И дорога забита вся. Так. Такая красота, правда, ребят? Вот, смотрите. Все чистенько. Все вылизано. Ухаживают они, конечно, за этим парком. Круто. Здесь нереальная чистота. Красота. Мостики такие сделаны, знаете. Ну, то есть здесь очень интересно походить. Не знаю. Некоторые хотят, чтобы я помолчала просто под какую-то музыку или в тишине. Мне хочется поболтать с вами. Вот так вот. Тут, правда, такие разные дорожки. То есть многими путями можно пройти. Всеми, конечно, не обойти, чтобы показать все да все. Но если кто-то приезжает отдыхать в Аликанте, то я обязательно вам советую здесь прийти и погулять. Круто. И тут везде, видите, как такие искусственные водоемчики. И они... Как маленькая Венеция. Ой, цветочки, какие хочешь. И вот мне не захотелось идти домой. Думаю, пойду. Похожу, погуляю с вами. Многих я сюда еще не приводила. Вот. Путеводитель, конечно, может, с меня никакой. Вот. Ну, вовсе. Ой. Тут... Ой. Кошечки оттируются. Тут... Они тут живут. Скользко. Так бедный погнал. Но они здесь такие же ручки. Такие пусяхи. Их кормят. И они такие... Я вам хочу сказать, еще не все будут есть. Но у них там такие миски с кормом стоят. Мама моя родная. Мы всегда приходим их подкармливать. Я вначале, когда только приехала в Испанию, думала всегда, что это как мимоза. Но здесь видно, как-то больше тень, да, припадает. И она не там... Еще не расцвела. Обычно она такого желтого цвета. Очень похоже на нашу мимозу. Но один раз нарвала. Принесла, тащила домой. И думаю, то что мы все чихаем и сцепляем. У нас от нее аллергия. Кисенечка. Вот только здесь я видела в парке, чтобы бегали коты. Вон сидит. Потом на пенечке вон еще сидит. Ну, их тут много. И у них, видите, водичка. Вон тарелочки под пальмами стоят. Ну, кормушечки их. То есть, их здесь кормят сухим кормом. Так что они здесь живут, как у бога, за пазухой. Вот такая здесь красота. Мне очень нравится здесь еще гулять. Вот, знаете, вот это, помимо того, что красиво для глаз, да, воздух, все. Ну, еще и, конечно, сам шум воды. Вот этот вот шум таких водопадиков, знаете, успокаивает. И вообще, мне кажется, что, не знаю, или это только мне так. И, ну, я не думаю, что, наверное, только мне. Меня очень сильно успокаивает шум воды. Сейчас подойдем туда. Вот, смотрите, в пальмах там внутри стоит лавочка. Ну, чем не прекрасное место для влюбленных. Да? Посмотрите, такой маленький оазис. Нигде тебя не видно, не слышно. Ты под такими шикарными пальмами спрятан. Только ты и твоя любовь. Вот это меня сегодня на романтику пробило. Скоро эти, как китайская роза, это расцветет. Вот еще, кисенечка. Не бойся, не бойся, моя хорошая. Не бойся, я тебя не обижу. Смотрите, все уже в цветочках. Вот-вот и будет просто крас. Красная красотища. Ну, он очень огромный, этот парк. Тут, конечно, идти-идти слишком нужно. Это, ну, так, приятно, видите, тут и сюда дороги, и наверх, и низом. То есть, хотелось бы прямо вот все-все-все пройти, показать. Но уж, но уж нет. Ну, немножечко обязательно с вами прогуляюсь. Птички поют. Прям просто красотень. Опять, вот видите, и туда наверх. Дорога. И сюда, низом. У меня возле этого парка живет, что же, моя зрительница. А не только моя зрительница, она еще и мама Юлиного одноклассника. Вот сюда вот мы приходим, здесь возле водички. Судимся. Другой раз, когда мы вот так вот только своей семьей. Вот. Мы садимся здесь, можем поесть. А есть там именно, именно сама зона. Ну, мы любим, почему здесь? Что здесь, что здесь в округе никогда никого нет. В пикник-зоне там больше такой, знаете, шум, гам. Не, ну, конечно, когда компании большие, то мы всегда раньше, когда у нас была большая компания, то мы всегда здесь отмечали дни рождения. Ну, вот видите, чистота вообще неимоверная. Они тут вечно метут, шкребут, чистят. Огромные мунички. Огромные. Ой, вон еще опять кошки-кошки. И вот кошки. Так, смотрите, сколько, скажи, нас здесь. Я решила обойти, вернуться под чуть, ну, мосточком выше, пройти, потому что там такой, как мини-трактор, начал шуметь. В общем, приехал, забирает вам этот мусор, листву эту. Не хочу, чтобы нам шумело с вами. Так что пройдемся выше. На одну улицу. Ой, сколько их там. Вот это, мне кажется, самые лучшие кошки, чем все вот эти вот искусственно выведенные. Вот это, когда привыкнет к рукам, самая ласковая, самая добрая. А Буся наш только что красивый, знаете. А так, такой, если на руки, только тогда, когда он хочет. Нет такого вот, как у Макса сестры. Решил, только сел, она тебе прыг на руки и сидит, и сидит ее прогоняешь уже. А она, прям не это, не скинешь ее. У нас, правда, лужи, видите, мокро сильно, потому что зарядил. Вообще, несколько дней дождь идет, и идет, и идет. Взяли цветочки, попортили. Нечего было делать, негде было больше писать. Я помню, у моей мамы был вот этот цветок такой в вазоне, вечно она его то подвязывала, то, 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 все, голову снимешь, наморочила. А здесь он, пожалуйста, растут. А грибы. Какой кактус красивый. Ух, опять слышны водопады. Вот такие красивые цветочки. Как я хочу частный дом. Господи, как мне хочется вот это, возиться с вот этим всем. Не знаю, конечно, бы, насколько меня хватило, потому что в частном доме я как таковой не жила, немножко там жила, но будучи, скажем так, ребенком. А вот вам сегодня звук водопада. Море не получилось сегодня. Пусть будет вам водопад. Мужчины такие возрастные, все бегают, все ходят. Молодцы. Тут вид такой шикарный. Раз. С одной стороны водопад, поверну камеру, вот вам море. Все, что хотите. Сегодня видео у меня такое, будем говорить, релаксирующее, да? По природе. Смотрите, какая елка. Смотрите, какие у нее колючки. Какая красота. Обалдеть. У нас тоже в парке она такая большая. Пышная, конечно, красивая вообще. Но очень красивые. Такие колючки необыкновенные. Мне бы просто не хотелось, как говорится, это видео просто делать под музычку. Смотрите, мне вот именно хотелось, чтобы, знаете, пение птичек было слышно, чтобы был слышен шум водопада. Мне кажется, это так приятно, когда ты именно слышишь это, а не музыку. Не знаю, не то я уже так это все воспринимаю. Вы знаете, немножко все совсем, я же говорю, по-другому. Как раньше это было, да? Ну да. Ну, красиво. Красивые пальмы. Ну, чистенько. Ну, круто. Но это все как, ну, как за здрасте. А сейчас ты уже понимаешь, что это все далеко не здрасте. А это все тебя радует настолько, что просто не передать. И тоже кисенечка. Ну, дикие в руки не даются. Так хотелось погладить. О, эта машина уже сюда поднялась. Ну, это я с вами не все обошла, ребят. Тут можно ходить и ходить, и гулять, и гулять. Вот, видите, здесь уже начала вот таким вот желтеньким распускаться. Красота. Тут есть и кафешка, где можно посидеть такое, попить. Ну, и что-то такое. То есть, еду здесь не готовят. Чисто такое, знаете, чипсы, орешки. Всякая такая химическая фигня. А вот там вот столики. Ладно, я сейчас обойду и покажу. Тут и деткам хорошо. Тут и футбольные поля есть. И эти баскетбольные кольца. И для малышей вот всякие горочки, батутики. Ну, то есть, как говорится, если вы с ребенком, то на любой возраст. Тут чаще всего отмечаю тоже дни рождения. Видите, еще видно, с чего-то дня рождения флажочки остались. Такие кругленькие языки. И вот такие огромные. Скоро они цвести начнут. Они так красиво цветут вообще. Пальмы стригут. Загородили, чтобы люди не ходили. Уже к весне все расчищают. Чтобы было все красивенько. А вот столики. Ой, сколько воды. Видите? Все столы стоят в воде. Потому что, я же говорю, каждый день идут дожди, дожди, дожди. Вон, видите, как пальмы чистят. Сейчас увеличу. Видите, все посрезали вот это. Чтобы только верхушки такие красивенькие были. Молодцы. А тут вот столики. Вот тут раньше кто со мной давно, да, то те знают, что... Мы тут и Данилу дни рождения отмечали. Все. У нас раньше компания была очень большая. Ну, а сейчас людей проверила и время, и ситуации. Кто просто показал свое истинное лицо. Лучше быть, как говорится, самим, чем абы кто с тобой. На той стороне, где люди, которые убирают. На той стороне тоже есть такие же столы. Там тоже по одну и по другую сторону. Ну, на выходных, конечно, свободных столиков, я не знаю. Это нужно родиться под счастливой звездой для того, чтобы можно было здесь найти место, чтобы посидеть. Вот такая вот у нас, ребята, сегодня с вами ничего такого, ничего информативного. Ну, просто прошлась, как говорится, прогуляться. Да, и решила вас взять с собой, чтобы вы в эту минуту походили тоже вместе со мной и полюбовали со мной красотой. Вот. Ну, и я своего рода тоже себе принимаю, что я просто иду с подружкой, дышу свежим воздухом и болтаю. Раз мы остались вместе, значит, да, значит и гуляем вместе. Вот. Ну, все, мои хорошие, я вас всех обнимаю, всех целую. Я вам всем желаю мирного неба над голубой, всем самого крепкого здоровечка и всего-всего самого-самого лучшего. Пусть все будет у вас хорошо. Пока-пока.